Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Криптофронтмент, сегодня четверг, значит день альты. Я очень по вам соскучился, потому что я не писал посты, не записал видео. Есть объективная причина, дело в том, что у меня у дочки школьный гимназиционный проект, и я над ним тружусь с прошлой, наверное, пятницей, и я каждый день с ней, мы там и плачем, и смеемся, и режемся на ножах, но в общей сложности все, как и должно быть, наверное. В целом, в этом что-то есть, но я полностью выпал из движения по трейдингу, я даже сам не совершал ни одной сделки, вот я все, постепенно, надеюсь, возвращаюсь. Все, сегодня день альты, и, соответственно, давайте обсуждать с вами текущие насущные дела. Значит, первая монета, которую мы сегодня обсудим, это Арбитрум, да, у нас по списку, дальше ТРБ, да, дальше ТРХ-трончик, дальше АВАКС, АВАЛАНЧ, и, естественно, в конце мы затронем с вами биткоин. Я всегда традиционно в конце биткоин трогаю, 4 часа дневка, неделька, и я посмотрю, объясню вам свой взгляд на мир, на то, что я вообще, в принципе, ощущаю, что я вижу. Я, для тех, кто не знает, я разбираю все монеты, я иду по своему списку сверху вниз, мы добрались уже до АВАКС, АВАЛАНЧ, дальше у нас пойдет следующая четверка, это ИЖЛЗИ, да, Элронд, ЛАИ, Йота, ИКСЛМ, и так далее. То есть некоторые монеты будут пропускаться. Это, чтобы вы понимали. Дальше, возвращаемся. Мы говорим сегодня, в том числе всегда традиционно, про АЛЬТСЕЗОНчик, АЛЬТСЕЗОН и АЛЬТСЕЗОНИЩЕ. АЛЬТСЕЗОН, я уже сказал, что для многих монет, которые мы уже разбирали и будем разбирать, наступило уже для некоторых, уже вот только что. Эйп, мы разбирали, говорили, что он уже наступил, и он действительно уже показал огромный рост, там свыше 100%. Так вот, дальше, для некоторых монет, еще раз повторюсь, кто-то наступил уже сейчас, у кого-то в ноябре, у кого-то в декабре. Для каждой монеты отдельно говорю, когда я вижу наступление АЛЬТСЕЗОНа. Дальше, АЛЬТСЕЗОНчик. Мы видим, что у нас по индикатору индекс 29, то есть, по сути дела, мы еще даже не добрались, он еще не наступил. Я всегда говорю, там, слегка на опережение. Если 40-50, уже можно набирать АЛЬТУ для того, чтобы получить АЛЬТСЕЗОНчик и АЛЬТСЕЗОН и так далее. Кто хочет ждать четко, это всегда только 75, только так. Поэтому, как вы видите, пока происходит откат, да, возврат к БИТКОИН-сезону, мол, БИТКОИН набирайте. Про АЛЬТСЕЗОНища мы подросли, у нас был период 49, то есть, АЛЬТСЕЗОНища потихонечку растет. И АЛЬТСЕЗОНища, как я говорил, с моей точки зрения, должен будет наступить, если все будет хорошо. Только в ситуации, когда БИТКОИН доберется до максимума по своему БИТКОИН-доминации, там примерно 67 или 71%, и только потом начнет падать. Мы это все обсуждали в прошлом четверг, посмотрите, не поленитесь, или даже в пятницу. Естественно, АЛЬТСЕЗОН, обычный АЛЬТСЕЗОН, он у нас пока на отметке 37, то есть, по сути дела, общее, он ни для кого не наступил. Вот такие дела. Поэтому я еще несколько месяцев назад говорил, ребята, все, кто вам обещают АЛЬТСЕЗОН, заблуждается, с моей точки зрения. Все может быть, но поверьте, АЛЬТСЕЗОН, это все-таки такая вещь, в которых и вовсе несколько месяцев, поэтому эта вещь должна наступить точечно для каждого. И начнем сегодня с Арбитрума. Соответственно, все рассказываю, все зоны сопротивления и поддержки глобальные у вас на экране представлены. Дальше, что я жду в АЛЬТСЕЗОНе для Арбитрума, который, с моей точки зрения, может начаться в период январь-март. То есть, мы выбираем месяц, он может начаться в январе, может быть, 17 января, а может быть, 1. И, соответственно, может начаться 31 марта или 32 марта, да, гляди, 33. Так вот, в этих периодах точно я вам дату не назову, но вы уже примерно представляете, когда, с моей точки зрения, может начаться АЛЬТСЕЗОН для каждой конкретной монеты. Дальше. Я выделяю три зоны магнита, вот они с ядром 0.68, второй магнит с ядром 0.97, третий магнит с ядром 1.53. Глобальная зона, пробив ее, мы переходим в бычку для Арбитрума, она находится очень далеко, поэтому добраться до нее не так-то и просто сейчас. Но, действительно, действительно, сейчас то, что кажется или видится, это мощная зона поддержки с ядром 0.42, да, то есть, в этом блоке цена может еще двигаться вниз, вверх и так далее. Расторговка должна быть в этой дуге, да, то есть, ниже ее я, по крайней мере, сейчас не ожидаю, оно таки есть. Если вдруг провалится вниз, увы, естественно, вся система не актуальна будет, надо пересматривать будет взгляды. Расторговка должна быть в эллипсе, кружок вот это, да. Соответственно, если внутри не очень хорошо дела для актива, если сверху эллипса, то актив невероятно крутой. И сегодня такой актив будет просто мега сильный. Пожалуйста, я полагаю, то есть, цена должна будет расторговываться в этом эллипсе и двигаться, в любом случае, по направлению первого магнита. Но основнейшее сейчас это второй магнит, это 0.97 или единица за Арбитрум. Возможные хаи в этом альтсезоне для Арбитрума это 3.63, 5.75, 7 долларов и голубая мечта 13.7. Запомните раз и навсегда, чем выше цена, чем круче цвет, тем сложнее будет добираться до этих хаев. Но это реальности, реальности. Голубая мечта это действительно утопия. Никто не говорит, что у тех активов, которые мы разбирали, голубая мечта это цель, ни в коем случае. Целью может быть максимально это 7. Если мы еще раз добираемся, например, до 7 долларов, скажем, в мае месяце, то безусловно 13 долларов, скорее всего, будет как орешек. Если, если в ноябре 25 года вы будете на отметке 5.75, то мечтать о 13, ну, наверное, будет такое себе. Так что, скорее, придется рассчитывать на семерочку, в лучшем случае. Такая простая логика. Поэтому не поддавайтесь на эмоции, на эмоции других и под чужое влияние не попадайте. Все четко расписано сознанием дела. Все, есть хронология, которую мы следуем. Отлично. Голубая мечта. Что касается арбитрума, нужно понимать, что, скорее всего, 7 долларов, я полагаю, увидеть, да, в этом цикле. Но, опять же, все зависит от того, как быстро наступит эта семерка. И как быстро, например, наступят те же 3 или 5 долларов. Будем смотреть технически. Идем дальше. Что касается ТРБ. Значит, здесь следующая ситуация. У нас есть очень мощный сон поддержки блок в районе с ядром 4171. Но я вижу, что есть вероятность еще возможного снижения у ТРБ даже войти в блок дублер с ядром в 26. Я бы не списывал это со счетов. То есть, здесь существует действительная опасность. Поэтому нужно это тоже учитывать, закладывать в риски, устанавливать лесенку даже ниже, чем 26. Смотрите видео, где я рассказываю про лесенку. Это очень важно. Мы говорим про спот, не про какие-то сумасшедшие плечи и вообще прельщ. Идем дальше. Значит, у нас существует здесь две наклонки. Они очень близки. И считается, что сейчас должна быть зона прорыва. Это будет здорово. Тогда ТРБ вылечится. И тогда стремление будет в район 9354. Но нужно отметить, что информации очень и очень мало. Возможно, альт-сезон наступит для ТРБ 1 января-март. То есть, в этих пределах. Если раньше, супер, отлично. Тем более, мы находимся выше этой наклонки. Тогда нужно доходить до магнита, который находится в районе 9354. Пробиваться и тогда основнейшая цель, в принципе, всего этого мероприятия 143-144 за ТРБ. Учитывая то, что он вытворяет и может делать, и, в принципе, значимость этого актива, он способен добраться до зон. Друзья, до зон. Да, понимаешь, что желтый тоже может быть, являться некой голубой мечтой. Поэтому я бы, наверное, все-таки обозначил что-то более вменяемое. Это все-таки район 924-1480. С основнейшим значением как 1000. То есть, такое очень красивое значение. Нужно понимать, та же логика. Как быстро вы увидите, например, эту 1000, например, в мае, то можно уже тогда задуматься о зеленке. Если вы будете валандаться, извините меня, в опять октябре месяце 25-го года, вот где-то здесь, ну, само собой разумеющееся, то ни о какой голубой мечте мечтать не придется. В лучшем случае, о голубой лагуне где-нибудь на вашей яхте. Во завершении всего крипторост. Вот так. Соответственно, сказали. Это ТРБ. Идем дальше. Что касается Трона. Трон, это мой любимчик, я про него рассказывал. Он действительно и сделал Америку снова великой, и меня достаточно неплохим на споте, как и другие активы, которые я затаривался. И уверен, что многие из вас, кто его выбирал и покупал, очень мощный актив. Невероятно крутишь. Я хочу отметить, что видео, которое у нас было 2 месяца назад, 22 августа, мы здесь еще задолго выставляли цели. Помните, раз, два, три цели. Мы здесь не добрали, чуть-чуть не добрали, как 0.16, да, мы не взяли эту цельку. И все равно оставалось еще это 0.175. Естественно, мы здесь по импульсу вычислили еще одну цель, как 0.21. Она сегодня получила корректировку. Все показываю, все четко показываю. Причем я до сих пор в сделке по Трону, потому что, если я сказал, значит, я это выполняю. По закрытию сделки я покажу вход, выход. Все четко было по видео, без каких-либо. Итак, здесь была сказана отметка следующая. Смотрите, друзья, вот где мы сейчас находимся, да. Значит, импульс скорректировался слегка. Это 0.2152. Вот он здесь, скорее всего. Дальше, учитывая то, что происходит, я полагаю, и крамольная мысль, то, что Трон находится в своем альтсезоне с 1 августа уже. И, конечно, очень плохо, но, тем не менее, я это наблюдаю, и я очень рад буду ошибиться. Пусть он будет еще крутейший, чем крутой. Деньги заходят. Да, конечно, но, тем не менее, я полагаю, что есть вероятность завершения альтсезона у Трона приют 1 октябрь-1 ноябрь. То есть, вот в эти периоды может завершиться или даже случиться такая интересная коррекция, например, по принципу март. Раз, два, три. Вы видите, да, вот это выкрунтасы. Они были. Поэтому все может быть. До этого момента Трон может добраться до всех целей, которые я назвал. Вот они со знакомым вопросом. И первыми целями это 0.175, 0.194 и 0.2152. Целью, в принципе, после всего этого коррекционного движения или даже в этих пределах будет от блока. Блок у нас поддержки, смотрите, аж где. И дуга, и эллипс. То есть, ниже этой зоны, я полагаю, Трон не должен будет опускаться. Но смотрите, как он высоко. И где цена расторговывается. То есть, это мега крутой актив. И он входил в видео, в цикл видео, где я раскалал монеты, которые гуляют сами по себе. Вот так. Соответственно, до периода коррекции мы можем добираться до зоны 0.2152. 0.2152. А может быть и выше, а может быть и нет. Но тем не менее, в принципе, ближайшая цель, которая видится и просматривается, либо сейчас до коррекции, либо после коррекции, это 0.25. Как воспринимать эту информацию? Она такая, да, двубокая и витиеватая. Соглашусь. Но еще раз. То, что я вижу, наверное, до коррекции должно произойти или может произойти, это вот забор этого импульса. До 0.2, 0.2152. Все снизили знаки вопроса. И то, что мы тогда обозначали вот это рисование, графика, она остается здесь по-прежнему, друзья. Вот так. Здорово. Трон невероятно крутой актив. Про основные цели на этом цикле. Быча. Значит, смотрите. Это 0.25. Это 0.35. 0.41. Голубая мечта 0.71. И аж эпическая мечта. Доллар. Доллар. Он может это сделать. Трон. Может. Потому что актив невероятно крутой. И нужно за этим следить. Поэтому все точно так же. В зависимости от того, где мы там, скажем, весной-летом будем находиться, мы можем думать о том, что можем добираться до следующих целей. Эпическую цель именно для такого мега-сильного актива, как Трон, я обязан выделить. Хорошо. Что ж. Это что касается активов, которые мы с вами сегодня обсудили. Поэтому. Идем дальше. Что касается следующей монеты. Это AVAX. Avalanche. Да. Смотрим. Серьезная зона поддержки. Это ядро 14.80. Значит. У нас расторговка должна быть в этой дуге. И внутри этого эллипса. Если выше, актив очень силен. Вы видите, мы выше эллипса. Актив очень силен. Айтизон. Я полагаю видеть у Avalanche. В период с 1 ноября-1 декабря. То есть в этих пределах. Ноябрь или декабрь. Да. Вот очень-очень близкий коридор. Естественно. Целью магниты у нас является район 43.84. Туда, до моей точки зрения, должен стремиться Avalanche. Тут есть наклонка. Глобальная наклонка. Пробив которую мы переходим в бычку по Avalanche. Но она сопряжена с магнитом. Либо цена доберется до. Пробьется выше магнита. Доберется до наклонки. Откатится в район 35.44. Либо это произойдет где-то в одном месте. В одном уголке. Откатка. И потом пробой. Возможно коррекция. Или возможно пробой. Коррекция вместе с магнитом. И движение вверх. Что по сути дела. Все в одной плоскости. Но мы смотрим на несколько месяцев вперед. И тут нужно понимать. Отдавать отчет себе. Строить планы. Это трейдинг, друзья. Это работа. Здесь нельзя просто взять их языком. Языком нужно в другом месте. В крайнем случае марки намазывать. Значит. В принципе. Целью всего этого мероприятия. Будет район 73.91. Итак. Что касается серьезных целей. Для Аваланч. Это. 285.50. 601. 848. И 2504. Как голубая мечта. Соответственно. Больше всего. Мы естественно стремимся в район 848. Поэтому будем смотреть. Опять же. В каком месяце. Где мы будем оказываться. Но это все есть. Естественно. Основнейшие ставки. Это. 285.601. 848. С моей точки зрения. Теперь. Непосредственно. Сам биткоин. Значит. Про биткоин. Я очень много говорил в пятницу. В этом видео. Я очень много писал. В своем общедоступном телеграм канале. Ссылка в описании. Друзья. Я здесь все четко расписывал. Важными зонами и триггерами у нас выступает. 68.950. Да. То есть. Мы эту цель забрали. Непосредственно. И я все равно полагал. Что что-то в районе 70. 70.700. Там плюс-минус. В пятничном видео более конкретно. И основательно расписано. Я полагал. Должна будет произойти триггерная зона. То есть. От скотч. Окей. Тем не менее. Там немного не добрались. Совсем. 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 Какие-то копейки. Если посмотреть. Самый максимальный хай. Это был 69.555. То есть. Немного не добрались. Окей. Я признаю. Чуть-чуть не добрались. Но. После отката. После отката. И вспомните. Да. То есть. Мою траекторию. Когда я ее вырисовал. Так. 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 Все четенько. Единственное. Где мы получили погрешность. Вот. От этой точки я полагал движение. Но. Она получилась вот здесь. Вот она. Движение. В этом бесплатном реферальном чате. В своем телеграм канале. Я писал. И говорил. Что зона 68.950. Мне по-прежнему не дает покоя. Не дает покоя. Почему не дает покоя? Потому что. С моей точки зрения. Во-первых. Там образовался магнит. Разрыв. Там где мы пошли вниз. Данная стратегия рассказывается. В закрытом бесплатном рефчате. То есть. Там эта стратежка рассказывается. Значит. Мы получили здесь магнит. Значит. Цена должна туда прийти. С точки зрения дневного таймфрейма. Мы должны будем еще получать откаты. То есть. Я полагал что мы должны были получить откат чуть раньше. Ну окей. Получили конвергенцию. Тоже неплохо. Окей. Поэтому цена будет магнититься. В районе 68.700. Тире. 68.950. Плоть до 70.080. Опять же. Получить этот момент. Что тогда? Это сейчас моя ставка. И я буду крайне рад. Друзья. Ошибиться. Я хочу ошибиться. Но с 2021 года не получается. В эту сторону не ошибаемся. А в обратную сторону. Когда. Да. Вот. Прегнозируем биток. Там ошибка. Пожалуйста. Без проблем. Мы там ошибаемся. Получаем погрешности. Там из 100% у нас 10% есть ошибок. Есть грешок. Но. Когда мы говорим про текущее состояние. Я вот говорю и хочу ошибиться. Хочу. Значит. Я полагаю. Это моя основная ставка сейчас. Что цена должна быть добраться до района 68.700. 68.950. Тире. 70.000. То есть. Пожалуйста. Давайте нанесем этот блочок. Да. То есть. Говоришь. Друзь. Пиши. Пожалуйста. Вот этот блочок. Я полагаю. Мы должны до него добраться. После чего. Вот. После этого блочка. Друзья. Мы должны будем с моей точки зрения отправиться вниз на коррекцию. Все. Согласно того плана, который был расписан еще извините меня в сентябре месяце. Окей. Значит. Я полагаю движение вниз. То куда? Раз это однодневный таймфрейм и ситуация перед 7 ноября. За 7 ноября много рассказывал. Видео в пятницу. И. В принципе. Да. В постах писал. Я полагаю. Что от этой точки мы должны будем с вами двинуться. Вплоть до 63100. Плюс-минус. Разброс возможен. Возможен как в эту сторону. Так и вплоть до. Да. Друзья. Почему бы и нет. Не забываем про эти все зоны. Которые назвали 62100. И даже 6850. Они могут быть перед 7 ноября. Для того, чтобы подрезать. Урезать. И 7 ноября выйдут шикарные данные по ставке ФРС. И опять снижение на 50 базисных пунктов. Я рассказывал. Почему на 50? Да потому что мы видим уже сейчас. Ситуация следующая. 92% за полтосик. И извините меня за 95% за полтосик. Не так давно я даже видел. Было 99% и даже уже за 75 базисных пунктов. Ну там все очень мало. Поэтому я готов ошибаться. Я хочу ошибаться. Но я выстраиваю сейчас свою стратегию. Вокруг 7 ноября. Единственное. Невероятно. Крутое. Утопичное. Решение. Которое может произойти. С точки зрения движения биткоина. И это может дать только кто? Правильно. Недельный таймфрейм. Его. Такая относительная бодрость. Вроде бы и объемчики начинает. Заворачивать вверх. И вроде бы денежки там заходят. Магдишечка растет. И вроде гистограммка подрастает. Супер. Все. Супер. 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 Я согласен. Ложу руку на сердце. И говорю. Согласен. Тогда получится. Так. Как мы обсуждали. В том числе и в ту пятницу. Тогда давайте. Будьте добры. Дайте мне. Прорыв. Утопичное движение. Я обсуждаю с вами. Давайте мне. От текущих. Прорыв. Не 70 тысяч. Мой друг. Давай-ка за 72. Потому что нужен буфер. Буфер. Ретеста. Когда дневка разгружается. Вплоть до 68.950. С маленькой возможностью получить тень в 67.150. Фиксация четкого пробоя. Откатка за 69 или 70. И тогда. Под 7 ноября. Двигаемся дальше. Вверх. Вопросов нет. Нил Амстронг. Юрий Гагарин. Приветствуем. Хорошо. Это с точки зрения моего анализа. Утопичная история. И просто бомбическая эпическая история. Которую не знаю. Сальвадор Долидов же не смог бы нарисовать. Но это может быть. Но это не про нас. Не про меня. Это для тех. Кто может быть ну прям. Бык головного мозга. Это от текущих до 73.700. Откатка. Перед 7 ноября и 7 ноября четкий пробой. В том числе. Эти все факторы обсуждались в пятницу. Видео которое было извините меня за выражение 18 октября. Слушайте. Мы здесь обсуждали точно так же. Перед 7 ноября откат и удар. После 7 ноября. Видите 7 ноября прорыв. Или плюс минус после 7 ноября. Это такая история. Или когда что-то невероятно. Да. Быки головного мозга. До 73.800. Откатка перед 7 ноября. И пробой с 7 ноября. Все. Я выстраиваю свою стратегию под 7 ноября. И вокруг нее. Точка. Я могу ошибаться. Я могу заблуждаться. Но я полагаю что 7 ноября является триггером и драйвером роста. Перед 7 ноября. Зачем расти при условии что дневка уже извините меня. Да. Находится в состоянии неадекват. Очень устает. Вот это движение. Вот это движение и по деньгам. Я полагаю должно продлиться недолго. И откатка. Перед 7 ноября. Пожалуйста. И под 7 ноября разгрузка. И давай прорывайся. Согласен. Вот это в моем маленьком мире идеальное движение по беточку. Приятного аппетита с картошкой. Беточки очень вкусные. Соответственно. Все. Вот такая история. Вот такое с ля ви. Шерша ля фа. Все какие-то выражения я знаю английский. Правда знать бы как они еще переводятся. Все. Берегите себя. Уважаю каждого. Честь и хвала. В описании под видео есть замечательные биржи. Торгой на которых вы можете попасть. Мой закрытый бесплатный реферальный чат. Где я каждый месяц выпускаю обучающие видео. Время от времени выпускаю стримы. Здесь серьезные комьюнити. И если соблюдать и слушать все что здесь есть. В 90% гарантии что вы станете успешным и крутым трейдером. Как многие уже здесь стали. Соответственно. В описании под видео есть ссылки на мои социальные сети. Тикто. Твиттер. Телеграм. И конечно же общедоступный телеграм канал. Вступайте. Всех смелости здесь жду. И напоследок. Не забывайте. Что хороший трейдер может позволить себе заниматься проектом со своими детьми. Средний трейдер может позволить своей жене заниматься проектом со своими детьми. Инвестор может позволить заниматься проектом другим детям, другим родителям. Но только не ему. Потому что все время должно выходить на анализ перспективных монет на споте. Чтобы купить и стать через какое-то время миллионером. Ну а плохой трейдер может позволить себе сдать в ломбард проектор. И на вручные деньги зайти на фулл депозит с сотым плечом, потерять все и искать новый проект, как заработать деньги, чтобы опять провернуть ту же самую схему Берегите себя, увидимся, если все хорошо завтра в пятницу, спецвыпуск, ну и как говорится, никогда не ходите бысяком по шипам роз Добра!